Вот, к сожалению, понимание первичности духовной свободы и всей катастрофичности обратного утрачено, я бы сказал, руководящим звеном человечества в настоящий момент. Кто это руководящее звено, сказать трудно. Конечно, это не президенты. Президенты – это мальчишки на побегушках, конечно, сами понимаете. Да, это не президенты. Я говорю о руководящем звене человеческого общества, в руках которого находятся все СМИ, все средства массовой информации – пресса, печатные прессы, телевидение, радио, моды. Причем мода не только на одежду, а то женщины подумают, что только об одежде и думают. Мода на идеи, мода на книги, мода на философские системы и так далее. Вот кто такой руководящий состав или руководство современного человечества. Они совершенно или не понимают, или действительно уже являются буквально исчадиями, я не знаю кого. Потому что то, ведь дерево узнается по плодам. И посмотрите, что делается. Ведь идет сознательное развращение человечества. Прямо сознательное развращение. Вот это все говорят, кто знаком с телевидением, журналами, газетами. Буквально сознательное, просто нарочито, все убивают. Что творится в области образования, в области воспитания? Какие предлагаются идеи? Совсем детям что предлагается? Откуда это идет? Ну, причины, может быть, две. Или полное непонимание, но мне кажется, это слишком было бы наивное объяснение. Не те это люди, которые являются такими глупенькими. Опять-таки мы приходим к одному тому же выводу. Вот совершенно очевидный вывод, что руководство человечества, оно является сатанинским. Не в переносном смысле только слово, а сатанисты культовые. То есть, которые наверняка совершают там и черные мессы, я не знаю, что только делают. Это совершенно очевидно. Потому что никому же это не полезно, такое развращение мира. Никому не приносит добра. Я говорю, полезности в смысле добра. Это ни нравственность не улучшает, ни духовное состояние. Ничего. Более того, я скажу, это идет даже дальше. Идет дальше. Идет даже борьба против природы самой. Вот Америка до сих пор, например, не подписывает пакт противодействия загрязнению окружающей среды. Его подписали уже очень многие государства, но они подписывают. Вот. Президент заявил последний. Это может повредить благосостоянию наших граждан. Материальное благосостояние наших граждан. Если будем бороться вот с этими загрязнениями. Это очень интересный подход. Правда, замечательный? Съешь колбасы и дыши из-под выхлобной трубы. Примерно вот так. Так вот, что происходит? Вы позвоните только на ту же свободу телеинформации, как я вам сказал. Да. В прессе как-то одна же встретилась очень хорошая фраза. Телевизионная чума насилия. Ой, как точно сказано. Телевизионная чума насилия. А один американский психолог вот так охарактеризовал телевидение в своей стране. Я думаю, что теперь и мы можем так же сделать. Когда вы включаете телевизор, вы автоматически выключаете в себе процесс становления человека. Как только включили телевизор, все, вы уже выключили в себе человека. Так, духовная свобода, о которой говорит христианство, претит вот этим идеологам. И они в своей озлобленности, в каком-то сатанинском духе уже перестают даже размышлять. И смотреть немного вперед о том, что страсти же ненасытны. Они же ненасытны. Они ни на чем не могут остановиться. И чем дальше, чем больше дается им пищи, тем более они становятся разрушительными и бескомпромиссными. Вообще, надо запомнить, там, где свобода становится над любовью, там кончается человек богоподобный. То есть, человек. Начинается человека-зверь. Ну, как минимум. А для такого человека уже нет никаких других ценностей, кроме его самого в извращенном виде. Под современной европейской цивилизацией, обратите внимание, как она смотрит на права человека. С какой заботливостью она относится, к чему? Сохранить, кажется, целостность и неприкосновенность человеческих страстей. И абсолютно не думает о душе человека. Совершенно не думает. Более того, сейчас очень ярким показателем же явилась вот этот опрос, попытка создать конституцию, европейскую конституцию, в которой вы, наверное, помните, что даже наша церковь, наш патриарх заявлял о том, что конституция европейская, в которой ни слова не сказано о христианстве. Не правда ли симптоматично? Ни слова о христианстве, как одной из самых таких созидающих европейскую цивилизацию сил. Ни слова не сказать. Кто же её пишет? Кто же писал её? Ведь по статистике я не могу точно привести вам цифру. Но если бы взять Европу и сказали, кто христианин, то я уверен, что это было бы значительно больше половины, даже и говорить нечего, а, казалось бы, христиан в Европе, и вдруг ни слова о христианстве. Не замечательно ли это? Ну, ещё бы. Сразу показываются и рожки, и хвостики творцовой этой конституции. Да. Кстати, замечательно вот что. Что те, кто так ратуют за эту свободу, они легко её продают. Ну, по крайней мере, я говорю не о руководящем эшелоне, а пониже. Они легко продают эти свободы за элементарный комфорт. Лишь было бы хорошо, и плевать нам, что там будет. Вот очень хорошая мне понравилась мысль у одного исследователя. Он пишет так. Повсюду в мире умирает свобода. Это в борьбе за свободу. Политическое, экономическое и личное. Без свободы жить легче. Ой, как это прекрасно. У нас сейчас понимают очень многие-многие верующие, которые ищут кого угодно, в смысле духовника, лишь бы не принимать самим решение, и лишь бы кому-нибудь подчиняться. Без свободы жить легче. Всё больше людей охотно отдают свою свободу в обмен на удобную и спокойную жизнь. Не нужно принимать какие-либо решения меньше ответственности. Два замечательных компонента. Точно. Не надо думать о решении. И никакой ответственности. Батюшка сказал. Всё в порядке. С него и спрос. Вот. Ну, этот отказ от свободы, конечно, он закономерен. Потому что страсти, получая свободу, и порабощая человека, делают его эгоистичным, сластолюбивым. И он всё отдаст, лишь бы только получить чечевичную похлёбку. Да. Иван Сергеевич Аксаков – это один из сыновей Сергея Тимофеевича Аксакова, нашего знаменитого писателя. По поводу развития вот этого прогресса. Свобод писал следующее. Он просто писал, как пророк, я вам скажу. Прогресс, отрицающий Бога и Христа, в конце концов, становится регрессом. Цивилизация завершается одичанием. Свобода – деспотизмом и рабством. «Совлекший себя образ Божий, человек неминуемо совлечёт, уже совлекает себя и образ человеческий, и возревнует об образе зверином». Замечательные слова. Да чего точно? Это надо бы просто девизом поставить. Удивительно точно. Действительно, вот этот прогресс, которым мы наблюдаем, отрицающий Бога и Христа, приводит прямо к этим вещам. Приводит к чему? К откровенному предвозвещают откровенные всеобщие рабства, о котором пишет Иоанн Богослов в своем апокалипсисе. «И поклонятся ему все живущие на земле, в которых имена не написаны в книге жизни». Поклонятся, отдадут ему эту свою свободу. Есть такое мнение, чем выше сан, тем дьявол сильнее нападает на человека. Но много ли священников сравнится с искушениями, с праведным Иовом? Объясните, пожалуйста, на кого больше нападает сатана? Сатана больше всего нападает на тех людей, которые заражены гордостью. Гордостью. Основный источник всех страстей – это гордость. Марк Подвижник прямо пишет, «Все скорбное, что случается с нами, происходит за возношение наше». А ведь вы должны же понять, это же легко же понять, чем человека выше поднимают, тем больше искушения подумать о себе. Правда же? Ясно как? Ясно. Уж если нищий с умой хвалится, то тем более есть что о себе подумать, человека, которого прославляют, перед которым преклоняются, который обладает определенной властью над кем-то. Вот ведь в чем дело-то! Это же совершенно естественно при нашей общей страстности это и проявляется. А степень гордости – это и есть степень искушений от дьявола. Это и есть. Потому что Антоний Великий написал просто прекрасно. Когда мы живем по заповедям Божьим, мы соединяемся с Духом Божьим. Когда мы отступаем от заповедей, то мы соединяемся с демонами-мучителями. Понимаете, в чем опасность? Греха. Какого греха? Особенно греха превозношения, мнения о себе. Вы знаете, на славянском языке великолепное есть слово – дмение. Вот это дмение, оно во всех нас присутствует. Только проявляется оно по-разному у всех. И особенно оно проявляется, может проявляться, когда человек получает власть. Недаром такая народная мудрость говорит – хочешь узнать человека – дай ему власть. И увидишь, кто он. Так вот, искушения сатаны надо знать, они происходят вовсе не по воле сатаны. Если бы это происходило по воле сатаны, то мы все бы с вами уже давно были бы в преисподней. А они происходят по мере того, что мы открываем свою душу сатане. В какой степени мы открываем? В какой степени мы даем ему вход в свою душу? Ибо ничего без промысла Божия не может быть. У святого Исаака Сирина есть просто замечательные слова, когда он говорит – ни одна тварь не может прикоснуться ко мне. ни одна тварь, в том числе и бесы, без попущения Божия. А это попущение Божие зависит от нашего духовного устроения. И чем более мы превозносимся, тем больше будем мы страдать. Таков закон. Страдать от дьявола, а часто и от внешних всяких обстоятельств. гордость – вот он, где сатана. Гордость есть сатана. А мы все валим на него. Он бедный, хвост с крючком. Говорит – да при чем тут я-то? Вы сами хуже меня.